Здоровье – целый вагон. С визитом туристического и оздоровительного характера приехали жители Уфы. Они стали первопроходцами нового проекта Куйбышевской железной дороги – вагон здоровья. Так встречали гостей и чем запомнился им путь в Самару, узнали наши корреспонденты. С виду совсем обычный электропоезд, но это тот случай, когда по бошке судить не стоит. В его составе вагон здоровья, путь из Уфы в пользу для пассажиров, путешествия под девизом «Общение и оздоровление». Медосмотры, физкультурные пятиминутки, между ними частушки под баян, песенные батлы, конкурсы и викторины. Очень интересная программа, весело, здорово, то есть мы не почувствовали времени, то что мы 7 часов ехали. Как бы мы рассчитывали лечь спать, но не удалось. Не удалось, да. Пели, плясали, срубивали. Мы развлекали, спать нам не давали. В общем, все было очень весело и здорово. Пассажиры – настоящие первооткрыватели. Им первым выдалась возможность не просто доехать до пункта назначения, санатория, но и начать оздоровление еще до приезда. Мы оздоравливаем наших людей, наших пассажиров, жителей области. У них в поезде проходят мероприятия и, так сказать, ближе к лечебным, и ознакомительные, и туристические. То есть на всем маршруте следования заняты пассажиры, люди заняты тем, что и оздоравливаются, и повышают свой уровень знаний. Здоровье поправляют в поездах впервые, а вот расширяли кругозор и до этого. Предыдущий проект «Вагон знаний» стал победителем всероссийского конкурса номинации «Развитие туристического потенциала региона». Как и его старший брат, «Вагон здоровья» проводится в условиях повышенного комфорта и демократичных цен. Вы знаете, формат «Дневного экспресса» – это как раз формат, который ориентирован на путешествия в комфортабельных электропоездах. Самое главное – это стоимость проезда, она достаточно демократична. Это практически даже дешевле, чем на автомобиле, на автобусе, и уж точно это дешевле, чем на самолете. Такие рейсы станут регулярными. Проект будет развиваться и дальше – и географически, и тематически. «Вагоны знаний и здоровья» планируют присоединить и другие. Дарья Зотова, Дмитрий Столяров, Новости губернии.